Скажите, пожалуйста, насколько мы знаем, вашими союзниками в этом данном рейде стали ичкирийские добровольцы. Какова их конечная цель? Как они видят политическое будущее своей родной Ичкерии, когда она будет освобождена от Путина и от Рамзана Кадырова? Мы прекрасно понимаем, насколько это важный, болезненный вопрос для ичкирийского народа. Ваше мнение, вы, я уверен, общаетесь с этими людьми. Что можете сказать на сей счет? Я с огромным уважением отношусь к борцам за свободу чеченского народа. Я считаю, что каждый субъект нашей большой родины должен прийти к тому, чтобы сам определить свою судьбу. Тем не менее, я не верю в развал нашей страны, чем очень часто путинская пропаганда запугивает наших сограждан. Да, есть регионы, которые хотят отделиться. Чечня – это регион, в котором запрос на свободу очень высок. Почему? Там очень сильные культурные и религиозные традиции, которые Рамзан Кадыров, будучи марионеткой Кремля, нарушает. Естественно, настоящих чеченцев, а не продажных путинских псов-кадыровцев, они не могут с этим смириться. Их задача – построить в своей республике такой уклад жизни, который бы соответствовал их традициям. Они имеют на это полное право. Я считаю, что придет время, и жители Чечни, граждане Чечни, должны будут и определять сами отношения, которые надо будет выстроить с федеральным центром. Это очень важно. Вполне возможно, что они захотят получить независимость. Не стоит никого удерживать силы. Точно так же, как русский народ сейчас, поверьте, он не получает никаких преференций от того, что Ивановская область, Ярославская, Тверская, их Путин вымаривает, выкачивая из них ресурсы. Выкачивая ресурсы из национальных окраин, Татарстана, Якутии. И огромные деньги вваливает на то, чтобы покупать лояльность Кадырову. Это жителям других субъектов оно тоже интересно. Неинтересно, наверное. То есть надо понимать, что все должны строить равноправные, взаимовыгодные отношения. Не должен один регион кормить другой. И опять-таки, если Чечня все-таки принимает решение остаться в составе нашего общего дома, принимает это решение свободно, демократически, прозрачно, когда это видит весь мир, то тогда, соответственно, и федеральные законы должны работать, а не должен кто-то кого-то там избивать, пытать, угнетать. Я разговаривал с чеченцами. То, что творится в Чечне сейчас, это ужас, это страшные репрессии, это пытки, это убийство родственников, это чудовищная тирания, которая должен быть положен конец. Я знаю, что вы ограничены сегодня во времени, но, тем не менее, с вашего произведения, еще два момента обсудим. Сначала полномасштабного вторжения было понятно, да, вот мы, украинцы, понимали, что Россия – это громадная страна, но, вы знаете, в этой самой громадности, в этом масштабе, с другой стороны, можно заметить и слабые места. Как говорится, одно вытекает из другого. Вот в связи с тем, что Россия очень большая, рассматриваете ли вы возможность нанесения новых ударов туда, где Путин, грубо говоря, точно не ждет? Ведь география тут, ну, скажем так, довольно-таки широкая, от Калининграда до Дальнего Востока. Я могу сказать, что партизанское движение «Легиона», оно себя проявляет, оно действует действительно там буквально от Сахалина до Калининграда, и старается максимально замедлить, затормозить военную машину режима. Мы слышим о взрывах и понимаем, что туда ничего не могло долететь, да, это сделали сами местные жители, поработали. Это вполне понятно, люди понимают, что Путин – губитель России, и этой войной он дальше и дальше толкает его пропасть. Количество наших сторонников постоянно растет, особенно после громких успешных операций. Так что наши партизаны – это наш второй фронт в тылу путинского режима, наши союзники. В этом плане все нормально, работа идет. Смотрите, еще вот вы сегодня затронули такую важную тему, в любом случае знаковый момент, которому мы тем или иным способом и по той или иной причине возвращаемся. Мятеж Пригожина. Вот согласитесь, он показал, что власть Российской Федерации, она слаба, и захватить ее может хорошо организованная вооруженная сила, которая действительно этого хочет. Учитывая то, что сейчас происходит в Курской, Белгородской областях, учитывая то, что вы озвучили совсем недавно, выше, относительно того, что много людей, которые разделяют вашу позицию, есть на территории Российской Федерации. Можно ли говорить, что ваша конечная цель – это, конечно же, поход на Москву? Вот вы видите воплощение, перспективу воплощения этой цели в жизнь в обозривом будущем? Конечно, это только вопрос времени. Более того, я знаю каждый шаг на этом пути, но пока не могу поделиться деталями. Казарин, ну давайте так договоримся. Когда будете знать, когда сможете уже поделиться, мы снова встретимся с вами в рамках проекта «Аргумент», который мы делаем с нашими коллегами для YouTube-канала «Униан», нам, я уверен, будет о чём пообщаться. Сейчас говорим вам громадное спасибо за беседу. Ну и знаете, напоследок у вас есть возможность обратиться, вот такой импровизм, у вас есть возможность обратиться к украинцам. Если у вас есть желание, можете обратиться к жителям Курской, Белгородской области, которые нас смотрят. Ваше слово тем, кто сейчас с одной стороны, страдает от российского гнёта на территории независимой Украины и к тем, кто страдает от того же российского гнёта на территории самой Российской Федерации. Дорогие украинцы! Народ, который мы защищаем с оружием в руках. Для нас большая честь быть на вашей стороне, быть на стороне свободы и справедливости. Мы получаем от вас массу слов поддержки. Мы получаем от вас огромную помощь. Отдельно хочу сказать сейчас огромную благодарность, выразить низкий поклон жителям Харьковской области, которые наших братьев-легионеров привечают, помогают, заботятся о них. Мы будем драться за Харьков. Если надо будет, до последней капли крови будем зубами грызть враговлотку. Дорогие мои сограждане, жители приграничных областей, виновник вашей трагедии только Путин. Виновник вашей трагедии – это ваш губернатор и его марионетки. Как только вы поймёте, что ваша судьба находится в ваших руках, что вы – власть, ситуация изменится. Легион не несёт вам горе. Горе вам несёт Путин. Мы сражаемся не против вас. Мы сражаемся за вас. Для того, чтобы ваши дети жили в свободе, благополучии и процветании. И, естественно, в мире. Нам, как военным людям, эта война уже надоела. Образумьтесь, пожалуйста. Перестаньте поддерживать этого поломного диктатора и его марионеток. Поддерживайте нас. Переходите на нашу сторону. И тогда мир придёт на землю Белгородщины, на всю территорию России. Продолжение следует... Приdate.